Друзья, приветствую всех! Сегодня у нас в гостях экс-депутат Игорь Масичук. Будем говорить о событиях, которые происходят прямо сейчас. Вы прекрасно знаете, что Игорь был триггером для многих расследований антикоррупционных в последнее время. И, конечно же, мы сегодня будем с ним об этом говорить в том числе. Добрый вечер, Игорь! Добрый вечер, Наташа! Добрый вечер! Ну вот, начну с того, что... Прямо с точечного события, а потом... Многие сейчас подумают, а что это Масичук вдруг говорит на русском языке? Он что, украинская мова, значит, что? А я специально начала с этого, потому что вот этот вот, как вы говорите, мовный срач, вот, и не только вы так говорите, с этим таксистом, который непонятно, так сказать, что там произошло, но, тем не менее, в итоге получилось так, что вся страна обсуждала не будущее, не как нам изменить медицину, не как нам изменить образование, а именно почему таксист, так сказать, не вез на украинском языке. Вот. Как вы относитесь к таким вещам? Ну, я вообще, Наташа, чудово володю, как вы знаете, украинскую мову. Мы в курсе, мы же неодноразово в эфирах спілкувалися украинскую мову. Тому тут немае питания мови. Тут є питання того, что роблять суспільством деякі політики заради вирішення своих каких-то аморфных побажаний будущим. Что я имею в виду? Я знаю, владею информацией, что вся эта история с постановкой этого мовного срача в такси, она была инсценирована. Даже так? Да. Это дело рук политтехнологов, которые работают на господина Бойко-Юрия, которые пытаются реанимировать проект для жителей Востока, как они называют, и сыграть в стонадцатый раз на языке. Вот у нас же только запах выборов, как там Малюська меня копировал, нюхал, бегал это самое. Только запах выборов, все бегут и поднимают вопрос языка. Малюська, но я сдержусь. Я сдержусь. Да, вопрос языка, потом вопрос церкви и исторических личностей. Это у нас традиция. Вот язык у нас уже пошел, церковь у нас и так идет, и скоро доберемся снова. Одни будут кричать Бандеру в Козну хату, а вторые будут кричать кого-то там, еще кого-то. Это самое. Вот. Наоборот. То есть главная задача Зеленский в фильме «Слуга народа», когда показывал сходку олигархов, он показал точно, но это при нем сейчас же повторяется вот на наших глазах. Они инсценировали этот сраж. Вся страна вместо коррупции, угля, энергетики, волонтерства занимается тем, что обсуждает эту хрень, которая ни на что не влияет. И все. А то есть власть дала возможность реаниматорам этого проекта пойти по тому пути, который сам Зеленский в фильме, ну, помните, да, эту сцену, где... Игорь, я должна признаться в страшном. Я не смотрела фильм. Я тоже не смотрел. Ну, я мне призывают, когда происходит что-то такое наподобие вот этого мовного срещата, то мне помощницы, девочки, высылают видео с этого сериала. Просто режут и высылают. Я вам после эфира вышлю. Хорошо. Можем попросить, чтобы вставили. Это актуально. Я нечтенно это скрывала, но вы мне вынудили это сказать. Да. А, это самое, актуально очень. И разделяй и власть. Я, например, имею другой подход. Я считаю, что если страна хочет иметь будущее, страна хочет выжить, страна хочет стать успешной, то мы должны пойти путем Испании. Это делал генерал Франко, сейчас меня проклянут, скажут, фашистов, вспомнил, фалангистов и тому подобное. На 25 лет ввести мораторий на обсуждение и принятие вопросов, которые рассказывают страну. У них другой был чуть порядок дня. У нас это язык, у нас это вера и у нас это история. Историей должны заниматься историки. Священники должны заниматься церковью. Потому что я иногда смотрю на некоторых недоразвитых. И у нас большая проблема, я сейчас расскажу, есть. И языком должны заниматься филологи, учить детей, преподавать. Я вот задаю, когда там коммунистка Фарион, когда все порядочные люди сжигали партбилеты, она вступала в коммунистическую партию. Вы думаете, это не фейк был? То, что она была членом коммунистической партии? Нет, вы знаете, кто их характеристику писал? Ну, я видела это, что якобы Кубев, но знаете, сейчас же... Я у него спрашивал. А, вы спрашивали у Кубева? Да, это факт. Конечно, это факт. Это что? Все порядочные люди сжигали партбилеты, а она писала заявление. Вот, в Львове так было. Ну, и понятно, что работать на факультете с иностранными студентами, преподавать русский язык без кураторов, ну... Но она мне говорила, что она не преподавала русский язык. Я ей задавала этот вопрос. А, ну, хорошо. Хай бы она им украинский преподавала, мы программу посмотрим. Я так и знаю другое. Надеюсь, что пани Ирина на меня не обидится, что с иностранными студентами в советские времена работали только люди, которые, ну, были более или менее, как бы, приближены к определенным... Которые имели куратора с комитета государственной безопасности. Да, это я когда-то разговаривала с человеком, который... Притом, все вне зависимости, врачи, эти, всех, всех, кто преподавал без разницы. Которые выезжали за рубеж, священники, которые... Ну, ведь когда-то Филареджи мне... Филареджи, да, он же прямо это все рассказал вам в интервью, то есть... То есть КГБ было вездесуще. Зря мы, кстати, Игорь, не провели, не мы, а, так сказать, те люди, которые руководили страной тогда, не провели иллюстрацию по этому принципу, как это сделали... Абсолютно. Тогда мы пошли бы путем Латвии, Литвы и Истонии. Так что многие люди были бы не допущены к власти и не творили, что потом творили. И мы не имели бы то, что мы имеем. Но заканчивая это, вот вижу мораторий. Теперь отвлекусь про церковь, скажу. Вот, смотрите. Май прошлого года звонит мне человек, близкий к офису президента, и говорит, ты ж там в церковных кругах, ты там общаешься, знаешь, все. Какое твое видение решения церковного вопроса? Я ему говорю, что, смотрите, сейчас поддержка страны, ну просто зашкаливает. Надо делегацию в Константинополь на фонар, надо обратиться ко всем православным странам, попросить дополнения к Томасу, чтобы нам разрешили избрать патриарха, варить мира в Киеве, ну и так далее, и так далее. И тогда мы получим самую большую в мире, больше, чем в Российской Федерации, православный церк по количеству прихожан и приходов. И это будет наш духовный щит и духовный меч, ну грубо говоря. Меня послушали, ну как вы видите, поступили абсолютно по-другому, наоборот. Мой товарищ, ваш знакомый, хороший ученый, Олег Анатольевич Однороженко, входит в наблюдательный совет музея, вау. Звонит мне и говорит, Иэр, мы не знаем, что делать. Он ищет воин ЗСУ, Олег Однороженко. Да, он воюет, да. Он воюет, да, абсолютно точно. Но и наукой занимается. Звонит и говорит, Иэр, мы не знаем, что делать. Позвонил директор музея, А он был где-то на Харьковщине, под Купенском в этот момент. И говорит, монахов заставили выгнать. Ну, выгнали. Ученые, которые при советах занимались мощами святых, умерли. Ну, их нету. Время же уже 30 лет прошло. Даже какие 30? 40 лет, когда Лавра вернулся в православие. Говорит, за мощами некому смотреть. Там надо специальный уход, специальные, ну, процедуры специально. Директор пошел, там, достукался, куда смог наверх. И говорит, ну, такая история, это святыня, ну, нас тут всех разнесут люди. А ему говорит, давайте мы этим монахам оставим там маленькую церквушку, ну, внизу где-то. И они будут молиться себе и обслуживать это сам. Нет. В результате мощи закрытия, что с ними будет дальше, никто не понимает. Страна расколота, ну, опять же. И все, вот это дверится, полностью дверится по этому направлению. Дело в чем? В ПЦУ нету монахов. И каждый отжатый монастырь, ну, кроме Лавры, потому что в Лавре хоть музей есть, да, грубо говоря, это превращение в руину. Ну, его разграбят. Ну, выгонят туда людей, его разграбят. Зачем это делать? Это чистой воды, это зеленый большевизм, какой был вот в начале прошлого столетия. Ну, я могу сказать, что не сильно воцерковленный человек, но верующий, конечно. Я не знаю, как правильно. Я очень надеюсь, что на ваши слова обратят внимание и Министерство культуры, и все профильные структуры, и как-то будут решать эти вопросы, особенно с мощами. Конечно, это же там памятки древности. Что тут говорить? Илья Муромец. Там мощи Ильи Муромца сохраняются, не говоря там о всех других. Игорь, вы, там, одно из самых громких дел, которое было связано с вами, это дело о коррупции, да, дело о военкомах. Ну, вы первые подняли этот вопрос, и там все телеграм-каналы, сайты печатали, у вас брали интервью всякие, так сказать, даже международные СМИ. И как вы вообще вышли на это дело, и почему вы начали заниматься военкомами? Потому что дело не одно, а дел много, и разных военкомов. Смотрите, ну, с восьми установленных на ЗК, и которым предъявлено обвинение в коррупции военкомов, четырех выцарапал я, включая первых двоих, Борисова и его замок. Но, скажу вам, как это получилось. Вышли на меня друзья мои из Одессы и говорят, тут человек непомерно жрует. Тут просто жрует непомерно. Давай поищем, давай, давай искать. И разослали письма нашей диаспоре, нашим людям-беженцам, нашим людям-зарабичам с просьбой определить какие-то автомобили. Все с автомобилей начало. И вот известная фотография Чокубика, свежекупленного этим военкомом, сделанного в Марбелье. Ее сделала женщина, которая там у Каенка живет 10 лет, которая на ЗСУ деньги собирает. Понимаете? Ну, у людей же что же, думаю... Вот. И выслало все. Ну, дальше уже мы подняли реестры, подняли коллег местных, вытащили полностью все документы. Сначала через Украину мы установили, как он, его супруга, на чем выезжали и так далее. Потом дом, а потом еще в конце и офис. Ну, и сейчас я могу сказать, что следствие по состоянию на сегодня, это еще информация как бы не публичная, офизичило пять счетов заграничных семьи Борисовых. в Польше, в Венгрии, Чехии, Португалии и, собственно, на саму Испанию. На жену, мать, тещу. Ну, короче, на всех, на кого можно было. Через эти счета по... Это Европол уже помогает нашим следователям. Через эти счета прогнали, ну, порядка 14 миллионов. Хотя я думаю, что денег было значительно позже лишили. Надо искать ячейки, надо искать это самое. Потому что там белых билетов огромное количество было выдано. Просто огромное. Там люди с Киева косяками приезжали. Тут вопрос, если брать Борисова, вопрос чуть в другом. Во-первых, я поднял этот вопрос в апреле. Вся пресса, вы правильно сказали, все написали, все трубили. Ну, вот я к бегустышу коснял. Ну, думайте, замначальник одна с полицией, это самое, живет в криминальном авторитете. Меня поражает другое иногда. Ну, почему такие тупые? Ну, вот послушайте, а вот Борисов, это что не тупой, это же крайняя тупость. Ну, сделайте как-то, ну, короче. И с апреля до средины июня, ну, писали журналисты, я давал интервью, все. Но реакции не было. Я написал в Интерпол, я написал в Европол, я написал в посольство стран Семерки, в Брюссель, в Мадрид. Ну, короче, куда только можно, я написал. Ну, естественно, пошла международная реакция. И офис президента отреагировал. Президент отреагировал, президент пообещал отправить всех на передовую. На их место назначить бойцов. Ну, во-первых, никого не отправил, потому что, ну, политически сказать это, ну, заодно, а физически сделать это другое. Они имеют звание, они, это самое, то есть, не получилось. Ну, бог с ним, тут даже не в этом. Менять надо систему. Почему я зацепил этих, потому что вот это отлавливание людей на улицах, которые мы наблюдаем, это же абсолютно постановка для кого? Для Кремля. Ну, а для кого? Хватать, бить кого-то. Яковник Светан, который, ну, вы знаете, постоянный военный эксперт, который многим там дает интервью, он говорит, когда речь заходит о мобилизации, он всегда говорит одно и то же. Надо делать профессиональных людей, надо осуществлять мобилизацию тех людей, которые уже держали оружие. То есть, у нас много силовиков, у нас много людей в полиции, там, ну, то есть, часть... Могу, Наташа, могу только согласиться. Более того, ну, мы же все рассказываем о декоммунизации, да? Ну, вот, сколько, с 14-го года, все, декоммунизируем, все на свете. Только армия у нас по советскому образцу, и перестраивать ее только на словах пытаются. И этот самый, и так же с военным... Это все менять. Скажите мне, можно во время войны перестраивать армию? Это же не так просто. Нужно. Потому что, потому что маленькая советская армия никогда не выиграет у большой советской армии. Против нас большая советская армия. Плюс до того, у нас постоянно идет и в эфирах, и кругом завышенные ожидания для людей. Вот, постоянно. Мы будем пить пиво в Ялте на набережной. Мы будем там шашлык где-то есть. Мы там прогуляемся, ну, где-то. Я тоже хочу в Ялту. Я безумно люблю Ялту. И друзья у меня с Ялты есть, сейчас воюют под Авдеевкой. И они домой хотят. Ну, они дома с 14-го года не были. Вот. Но! И в Зеленскую квартиру сегодня отобрали. Верю, что и он хочет. Но нельзя. Люди у нас завышенные ожидания. Потому что люди потом придут и будут спрашивать логично. У нас это все делалось завышенно. А реально мы не могли осуществить то, что говорили публично. Физически не могли. Плюс до того, месяцы битвы за Бахмут дали возможность русским окопаться на юге серьезнейшим образом. Построить серьезнейшим оборонительные линии. Заминировать все, что можно. Результат – абсолютный провал контрнаступления. Абсолютный. Надо честно выйти. Уже признают все. Выйти и сказать. Почему? Потому что подготовка не была достаточной. Почему? Потому что западные партнеры давали под сколько. Понимаете? То есть они давали вооружение. Ну, так, а так, а так. А ну, тебя гвозь эти строили. Минировали. Русские перестраивали ВПК. Понимаете, все, потеряли время много. Конечно. Русские перестраивали ВПК. Понимаете, дело не в армии. Армия делает все, что может. И даже больше. Нет, смотрите. Дело не в армии в понимании наших воинов. Дело в военно-политическом руководстве, которое не рассчитало время. Это надо признать. Ну, не бывает другого. Более того, скажу. Вопрос же не только в контрнаступлении, Наташа. Вопрос в Авдеевке, которая сейчас, ну, чуть ли не в тактическом окружении. Каждый день они суживают горловины. Каждый день. Понимаете? Там 7 километров всего этот перешейок уже. Это очень серьезные вызовы. У нас проблемы с ВПК. Вот что происходит? Я вчера там виделся с людьми нашими. Нормально, что это боекомплекты, потому что многие зрители... Да, которые занимаются закупкой вооружений, закупкой боекомплектов. И они мне говорят. Игорь, мы приехали, договорились в одной из стран. Далее аванс. Проплатили аванс. И уехали. Приехали модные русские. Что такое модные русские? Ну, на мерсах, шмерсах. Это же не у себя про запорожцы рассказывают. Ну, я утрягиваю. С багажника пару сумок с кэшом. Нам звонят и говорят. Ну, вы извините, не получается, не выходит. Не продадим мы вам боеприпасы. Мы вам деньги вернули. И такое было пару раз. Это не то, что там единичный сумок. А почему Словакия ушла в отказ такой? Смотрите, Наташа, я по Словакии скажу честно. Первое. Словакии отдали все, что могли отдать. У них нечего отдавать уже. То есть, когда ФИЦ сейчас выходит и говорит. Мы ничего не будем поставлять Украине. Так вы ничего уже и не можете поставлять. Кроме как логистику. Ну, то есть, чтобы через вашу территорию все. Это раз. Во-вторых, я думаю, что ФИЦ зависит от Путина. От русских. Особенно от русских в системе Росатома. Там же жатерные станции. ТВЭЛы российские. Перестраивать их очень тяжело. Накладно. Плюс до того. Проблематично. Броню советские и строились под те ТВЭЛы. Проблематично со стороны техники безопасности. Потому что у нас сейчас есть большущая проблема. Мы имели на атомных станциях уже две или три остановки из-за того, что тоже, опять же, деятели энергетики великие. Ну, всех понимают, что осенью будет дефицит. Правильно? Когда надо переходить на Вестенхаузер было? Весной, естественно. Правильно? Ну, логично. Весна, лето. Нет. Они осенью сейчас решили переходить. Мы три аварийных остановки трех блоков имели. Там ничего такого катастрофического аварийного нет. Но в связи с тем, что это другие ТВЭЛы, они не подходят. Надо адаптация. Понимаете? Кстати, Игорь, я вот хочу сказать, раз уже мы заговорили про энергетиков, что все дело в том, что это самое, что сейчас очень много фейков, вот ИПСО настоящих, когда русские публикуют такие ложные графики отключения очень длинных блэкаутов, которые будут якобы очень скоро, которые якобы там планируют ДТЭК или кто-то еще и так далее. А вот энергетики все говорят о том, что это фейки, и что только на официальных их сайтах, и прям знать, что это официальный сайт, нужно смотреть такого рода информацию. Потому что бизнес... Значит, Наташа, скажу так. Первое. Все публикуемые графики отключений фейки. Сто процентные. Почему? Потому что никто не знает, как и что произойдет и будет развиваться. И, естественно, только энергетики по факту могут говорить, что нам для перепадов, ну, надо там-там делать шахматку. Понимаете? Это рад. Поэтому не читайте советских газет по утрам, потому что дела не будет. Второе. Мы имеем проблемы в энергетике. Это проблемы, которые касаются государственного сектора энергетики. Во-первых, Украинера расстратила деньги, бог знает куда, и не возобновляла трансформаторные станции и укрытия. Сейчас все на подрядчиков вводят. Во-вторых, там были такие подрядчики, что я бы руководство Украинера уже на Владимирскую 33 в подвал закрыл бы в помещении СБУ. Вот вдумайтесь, полмиллиарда перечислено на кампании «Союз» с Одессой возглавляет такой себе приходька Игорь Владленович. Так вот, Игорь Владленович – кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, награжденный Владимиром Владимировичем Путиным. И точно же даже не все. А перед каким Отечеством хочется спросить? Перед их теми, если Путин награждал. Это вот этим Отечеством. Да, Путин награждал. Так это еще, подождите, это только орден. В 2021 недалеком году корпорация «Союз» принимала участие в строительстве базы подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации в Новороссийске. Те, которые ракеты, ну, ракетоносители. У меня вопрос. А Украинерго что, совсем сумасшедший? Гуглем пользоваться не могут? Или как? Вот я нашел даже фотографию, где этот приходька контракт на это строительство подписывает. Мы же понимаем, что без ФСБ, ну, никто бы его на эту базу не пустил бы, ну, никак. Это Украинерго. Теперь вторая ситуация. Мы имеем крупнейшее госпредприятие, два. Это Центрэнерго и это УкрУголь. УкрУголь загнали, там, две или три шахты прибыльных. Почему-то поменяли директорал тоже на осень. И продают этот УкрУголь частникам. Хотя по логике вещей, ты госшахта, ты должна бы продавать госпредприятию. Ну, своему. В результате на госпредприятии Центрэнерго Угля нет. Вот я сейчас ожидаю, я уже скажу, не удержусь у вас в эфире, скажу. Я владею информацией, и мои источники видели его, но я ожидаю копии контракта с Казахстаном на покупку для Центрэнерго Угля. Я задаю вопрос, а летать оно на ковре самолете будет к нам этот УкрУголь или как? А мне люди там знающие, ну, будем говорить, близкие к разведке нашей, вчера говорят. И это русский УкрУголь. Я говорю, как русский? Ну, вот так говорят, русский, который взяли, поменяли этикетку Казахстан, ну, русскую на казахскую и покупают. И это же не смешно. В каждой теме молодой человек, который возглавляет фракцию, монобольшинство в парламенте, Давид Георгиевич Арахами, в каждой теме он, Гетьманцев, это два, это самое человека, которые есть везде, куда ни плюнь. И это говорят чиновники наивысшего военного уровня в разговорах, государственного, везде. Вот везде есть это. В Гугле есть. В ОНК-зино есть. В Алкоголе есть. Ну, везде есть. У меня вопрос. К вами, к зрителям. В какую страну нам поехать, чтобы получить паспорт, через два года стать главой фракции монобольшинства и влезть во все экономические темы? Знаете, как говорил товарищ Сталин, когда ему сказали, что известный генерал с артисткой Серовой, он сказал, что будем делать, товарищи? Завидовать будем. Понимаешь? В данном случае я не завидую, потому что, Наташа, я скажу вещь, нельзя завидовать этим людям, которые зарабатывают на крови. Сотни тысяч героев отдают жизнь за страну. И в это время те, кто пытаются нажиться на чем-то, на торговле с русскими, на каких-то аферах, на взятках за отмазывание от службы, ну и так далее, и так далее, рано или поздно им прилетит. Им и от Господа прилетит. И прилетит, это деньги, которые, понимаете, я... Игорь, Игорь, давайте, смотрите, мы вот, я призываю к чему? Мы обвинять, вот так вот прям конкретно, может только же кто? Суд, да? Наташа, я вам скажу так, мы... Я буквально перед интервью с вами читал Тань. Там вышла большущая статья Шустера, ну не Савика Шустера, дро... Да, 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 есть такой, да, известный журналист очень. Да, вышла его статья, она посвящена разочарованиям и всему, что происходит с Владимиром Александровичем, ну и нашей страной. Ну, скажу так, процентов на 99, я согласен. И тут надо искать выход, тут говорить же просто, ну это все очень хорошо. Поддержка на Западе падает. Окружение президента, вот журналист прямо посылается, ну на окружение президента, окружение президента говорит, что чиновники воруют вроде бы завтра последний день. Ну так и есть, я это вижу, я это знаю. А это интервью с каким-то помощником президента, да, или что там было? Нет, это большой материал, он общался и с советниками, он общался с замами офиса, с главой офиса. Я просто и спрашиваю, потому что я еще не читал материал, к сожалению. Да, там очень большой материал, он довольно объективный, хотя очень и очень украинской мовой нефтишный для Украины. Выводы с него очень плохие, что в мировом сообществе еще для нее один Зеленский остался, который верит в нашу победу. Ну это мнение шустро, я каждый день встречаю очень много людей, которые верят в нашу победу. Смотрите, Наташ, я тоже встречаю очень много людей, в том числе и за границей, которые верят в нашу победу. Более того, я в нее верю, я бы не занимался ничем, уже бы апатия на всех напала. Вопрос в другом, вопрос какой ценой, какой тактикой и каким путем к ней прийти. Почему? Потому что давайте скажем откровенно, что то, что мы сейчас имеем на фронте, я тут поддерживаю главнокомандующего. Нам надо срочно стабилизировать фронт и срочно строить оборонительные сооружения, чтобы мы могли от чего-то отталкиваться, чтобы нам не проламливали по полкилометра по километру, понимаете, да? Потом, нам надо серьезно провести ревизию дипломатического ведомства. Ну, согласитесь, у нас некоторые работники дипломатического ведомства не соответствуют от слова вообще. Как же мы не будем терять поддержку в мире, когда то с кэшем посла ловят, то, я извиняюсь, руководитель курсов миньета послом становится. Это все видно, это анализируют. Я не ханжа, но разница между дипломатией есть. Поэтому, если мы не переосмыслим сами для себя, не проведем эту ревизию, не остановимся, не начнем создавать абсолютно новую армию, переформатировая эту, а останемся маленькой советской армии, мы не будем иметь шанса на успех. Сколько мы еще должны будем положить людей? Может, хватит заниматься мясными штурмами, как это было на юге? Когда на глазах у моих друзей, которые в аэроразведке, положили такое количество, я не хочу озвучивать. Я не имею на это права, вы понимаете? Да, не нужно. Но это очень большое количество. И не переосмыслив все, это все может привести к катастрофическим последствиям. Я молчу. Я молчу о том, что люди, которые полтора года воюют, они требуют ротации. Ну, об этом говорят все военные эксперты. Они требуют отдыха. Потому что, если этого не будет, то вот это ядро самое качественное, оно будет сужаться. И не только из-за потерь, а из-за того, что люди начинают употреблять алкоголь. Ну, в больших количествах и часто. Люди начинают употреблять наркотик. Кто легкий, кто более тяжелый. Это превращается в целый бизнес. Нам это уничтожает ядро тех, ну, понимаете, да? То эту армию, которая с 14-го вообще с ничего, ну, возрождается. И на базе которой нам надо построить современную, ну, армию. Это, нам надо над этим думать. У нас проблемы с младшим командным составом. Я с ребятами разговариваю. С сержантами назначают людей, которые не понимают, как руководить. Младшими офицерами назначают людей, которые не понимают, как руководить и командовать. А в бою, в боевых условиях, это первые командиры. Не генерал, не полковник. Ну, понятно, от этого командирского состава многое зависит. Но я знаю, что тот же Однаруженко говорит, что он сейчас, например, работает в этом направлении для своего формирования воинского. Нет, его уже, Наташ, его уже штаб сухопутных войск забрал, чтобы он уже работал для всех сухопутных войск страны. Ну, такие люди должны работать, наверное, для всех сухопутных и других войск. Потому что, ну, так правильно, ну, полтора года. Ну, мы же понимаем, полтора года. Ну, хотя мы полгода приходили в себя. Ну, это понятно, да. Это сказано, я думаю, что это будет услышано. Я хочу, чтобы здесь мы особый акцент сделали на том, что мы благодарны каждому человеку, кто сейчас на фронте. Вот прямо низкий склон. Ну, а... Наташа, каждый человек, который копает оков, подносит снаряд, привозит продукты питания, а тем более воюет, перед каждым, лично я снимаю шляпу и считаю, должны снимать и кланяться все жители нашей страны. Я очень горжусь, что мой сын в вооруженных силах. Это его личный выбор. Это они там не папа заставили, что мой брат в одном из спецподразделений. И для меня это личная война, вы сами знаете, она для меня в 14-м началась, даже, может, раньше еще. И она продолжается. Вот сегодня мы с вами пишемся. Сегодня день памяти Амина Иркуева, которую расстреляли недалеко от Василькова города Углевая. Да, мы помним это. Это было на пятый день после покушения на меня. Она с мужем ехали ко мне в больницу проведать меня, а там была засада. Мы знаем всех заказчиков, все установленные, исполнители, всех. Но они воюют с той стороны. Поэтому у нас нет другого выхода, как выиграть эту войну. И поэтому мне очень болит вот эта вся история с боекомплектами, с личным составом, с отношением к непонятному назначению. Ну, неподготовки кадров младших офицерских. Это все очень болит. И когда говорят, есть военно-политическое руководство страны. Мы внутри можем разборки любые выставить. Но когда мы выходим наружу, когда мы выходим в Европу, в Америку, надо немного сдержанно относиться к этим вещам. Потому что у нас многие на выборы настроены. То я хочу их разочаровать. Самое главное, чтобы было, куда избираться люди. Страна, чтобы было. Вы куда баллотироваться все собрали? Да, сегодня самые главные люди в нашей стране. Это люди, которые на фронте, которые защищают страну. Вот. И дай бог, дай бог, да, чтобы как можно больше жизни было сохранено. И низкий поклон им всем. Игорь, спасибо. Вот час эфира нашего подходит к концу. Сегодня было сказано... Спасибо вам, Наташа. Да, сегодня было сказано много важного и много резкого. Но что делать? Всем болит. Ну, я такой. Всем болит, да. Всем болит. И я думаю, не только вам. И многим людям болит. Поэтому, а раз это так, значит, все равно будем меняться. И все равно будем побеждать. У нас же другого выхода нет. Спасибо большое. До свидания. Слава Украине. До свидания. Героям слава. Слава Украине.